Оксана сделала первую прививку от коронавируса. О возможном недомогании после вакцинации знает, но это ее не страшит. У меня у родственников, они медики прививались, у кого-то там болела рука, у кого-то не было ни температуры, ничего. Я думаю, что ничего страшного нет. Как бы все мы в детстве делали прививки. Пункт вакцинации, в котором прививалась Оксана, находится в столичном ЦУМе. Желающих обезопасить себя от коронавирусной инфекции с помощью прививки сюда обращается около 80 человек в день. Но долго в очереди сидеть не приходится. Схема работы у врачей отработана, и на обслуживание каждого пациента уходит 5-7 минут. Минут за 5 размораживается вакцина, достается из холодильника, где хранится при определенной температуре. У человека измеряется артериальное давление, температура, уровень содержания кислорода в крови. Опрашивается на предмет наличия аллергии и хронических заболеваний. Привиться можно российской вакциной «Спутник Ви». Дополнительные пункты вакцинации для удобства граждан расположили в торговых сетях и центрах развлечения. Каждый пункт прикреплен к поликлинике, где можно получить сертификат. После вакцинации второй вакцины на выписке ставится печать. И с этой выпиской пациент может перейти в нашу поликлинику, 33-ю студенческую городскую поликлинику на Сурганово 45, корпус 4, и получить сертификат при необходимости. При выдаче сертификата мы вводим номер паспорта обязательно, потому что заполняется QR-код на сертификате, чтобы гражданин мог выехать за рубеж. Там сканируется, чтобы было видно, какая вакцина в каком учреждении была сделана. Вакцинирование бесплатно. А вот за сертификат нужно будет заплатить около 5 рублей. После вакцинации мы говорим, что все равно необходимо носить маску. Не забывайте, что сейчас у нас циркулирует, в том числе и в городе Минске, индийский штамм коронавирусной инфекции, который очень заразен в сравнении с предыдущими вирусами. Вы видите, что вирус постоянно мутирует. Адреса с пунктами вакцинации есть на сайте Минского городского центра гигиены и эпидемиологии в разделе новости. Время работы соответствует режиму работы заведения в выходной в воскресенье.